МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дмитрий Сергеевич, здравствуйте. И Татьяна Геннадьевна Каменская, полковник полиции, начальник отдела дознания, организации дознания ОМВД России по Тверской области. Татьяна Геннадьевна, здравствуйте. Уважаемые друзья, возможно, цифры, которые я сейчас приведу, несколько уже устарели, но вы меня поправите. За два месяца 2022 года на территории региона выявлен 91 случай повторного управления автомобилем в состоянии опьянения. Давайте поговорим сегодня именно на эту тему, какая ответственность предусмотрена за такого вида нарушения, какие меры необходимо предпринять государством, чтобы сократить количество пьяного вождения. И кто, как правило, поговорим и на эту тему, садится за руль нетрезвым, так называемым, портрет нарушителя, если он, конечно, уже составлен. Давайте для начала начнем вообще с общего состояния аварийности на территории региона. Дмитрий Сергеевич. Ну, если говорить о общей статистике аварийности, то по итогам трех месяцев на территории Тверской области у нас зарегистрировано 240 дорожно-транспортных происшествий, в которых 39 человек погибли и 317 получили ранения. Это за три месяца? Это за три месяца, да. Если говорить о теме нашего сегодняшнего разговора о водителях, управляющих транспортным средством в нетрезвом виде, то с участием таких водителей у нас за три месяца было зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, в которых три человека погибли и 28 получили ранения. Это вот к тому, что, как я говорила, выявлены 91 случай повторного управления, а вы уже приводите, к чему это приводит? Да, ну, конечно, это мы говорим о фактах дорожно-транспортных происшествий, а если говорить о выявленных случаях, то за три месяца таких случаев у нас было больше 120, а если брать статистику на сегодняшний день, то их уже больше 160. То есть число растет? Да, число этих фактов растет, и в прошлом году таких фактов было выявлено больше, несмотря на и на ужесточение ответственности, которое у нас в прошлом году произошло. Но, к сожалению, количество фактов, когда водители садятся за руль, уже будучи лишенными, право управления в состоянии опьянения, оно, помните, не намного, но увеличилось в прошлом году. Вот, кстати, говоря об ответственности, в июне 21-го года федеральным законом ужесточены санкции за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде, но изменения по усилению ответственности внесены в 2015-м, да? Тогда вот уголовная ответственность предусмотрена, да, Татьяна Геннадьевна? Да, федеральный закон был издан 31 декабря 2014 года, но вступил он в силу в июле 2015 года. Ну, наверное, хотелось бы что сказать? Самое важное в нашей жизни – это человеческая жизнь, да, самое ценное, что может существовать. Законодатели и вообще государство наше в целом, проанализировав то, что на дорогах гибнут люди, и в том числе по вине пьяных водителей, ввело, сначала ужесточило административную ответственность за управление в состоянии опьянения, причем это идет речь не только об алкогольном опьянении, но и о наркотическом в то же время, ввела ответственность, вернее, скажем, приравняла отказ от освидетельствования к состоянию опьянения, причем хочу вот остановиться, отказ от освидетельствования, он не зависит от того, в трезвом человек был в состоянии или в пьяном, все равно это уже сначала административная ответственность, при повторе уголовная. Поэтому вот граждане у нас немножко недопонимают и считают, что если на законные требования сотрудников ГИБДД пройти освидетельствование на состояние опьянения, они отказываются, а спустя там 2-3 часа едут сами в медучреждение и проходят это освидетельствование, они считают, что вот показалось же, что я не пьяна, значит вот этот отказ, он недействительный, незаконен и так далее. Нет, хочу еще раз напомнить, что ответственность за сам отказ сотрудников ГИБДД, предложение сотрудников ГИБДД пройти освидетельствование. Конечно, это предложение должно иметь под собой законные основания, то есть должны быть причины, почему сотрудники ГИБДД предлагают пройти освидетельствование. И, как правило, эти причины излагаются и в рапортах сотрудников, и применяются понятые, при которых составляется протокол за отказ, которые подтверждают, как правило, что сотрудники ГИБДД вполне основательно предлагали пройти это освидетельствование. Так вот, неважно, там через 2-3 часа выявлено состояние опьянения какого-либо у гражданина или не выявлено у лица, управляющего транспортным средством. Это уже документируется, и законодатель приравнял отказ к наличию состояния опьянения. То есть, как будто человек действительно находился в состоянии опьянения. Вот я, кстати, хотела уточнить, Дмитрий Сергеевич, какие законные три, когда может сотрудник ДПС предложить пройти вот это вот на состояние опьянения проверку? Когда наличиствуют признаки состояния опьянения. То есть, это все указывается в протоколе направления на медицинское освидетельствование. Это и когда от человека исходит запах алкоголя, когда у него поведение несоответствующее обстановке, шаткая походка. То есть, у него может быть повышенное давление, да, по идее, если вот он считает, что он трезвый, но ему предлагают, если внешние признаки существуют. Наличие одного из признаков уже является основанием для направления на освидетельствование, на состояние опьянения. Вот у нас вчера был как раз случай, сотрудника нашей телекомпании остановили инспектора ДПС, потому что у него запотились стекла. Наш сотрудник возвращался из бассейна. Он говорит, ребята, я вот в бассейне, вот он такой взмыленный, сел за руль, но его остановили и тоже могли ему предложить, по большому счету, да? При наличии признаков, конечно. Вот вдруг он что-то там скрывает, а он выпил. Ну, ведь у нас правилом дорожного движения запрещено управлять не только в состоянии опьянения, но и в болезненном состоянии. То есть, наличие, то есть, обязательно человек должен находиться в состоянии, в адекватном. Да, в адекватном. Потому что болезнь сама по себе, это тоже уже не адекватно. Даже если то же самое повышение давления, это же может привести к последствиям очень плачевым. К дорожно-транспортному происшествию. У нас на праздниках как раз было дорожно-транспортное происшествие, причиной которому стал инсульт у водителя. Вот к чему может привести давление. А я была свидетелем, когда много лет назад уже водитель, тогда еще маршруток на дорогах Твери, у него неожиданно вдруг приступ эпилепсии. И хорошо, что кто-то из пассажиров, которых он вез, обладал правами. И он сумел затормозить. А так бы неизвестно, к чему бы это привело. То же самое. Тут уже вопрос, как получил человек эти права при наличии у него эпилепсии. А может быть, это первый абсолютно случай у его жизни был. И не только в болезненном, но и в утомленном состоянии. А, и в утомленном. И правила у нас запрещают садиться за руль транспортного средства. Мы дальше продолжим относительно ответственности. Я помню, какое состояние шока вызвали цифры штрафа первоначально. Как это? Мы будем платить 30 тысяч рублей. Помните, когда только что повысили штраф? Это же нереально. А теперь для многих водителей 30 тысяч. Да и ладно. И второй раз, и третий раз садятся за руль нетрезвыми. Бывает и такое. Второй раз, третий раз, когда уголовная ответственность, там цифры штрафов совершены. Там совсем другие. Да, продолжим относительно наказания. Можно я еще скажу несколько слов? Ну, первое, значит, я вернусь к вопросу, состояние может быть опьянение не алкогольное, но еще и наркотическое. Это я к требованиям сотрудников ГИБДД пройти освидетельствование. То есть, вот многие говорят, от меня не пахло алкоголем, потому что я его не употреблял. Вместе с тем, если сотрудники ГИБДД видят расширенные зрачки, например, да, и у них возникают сомнения не обязательно о состоянии алкогольного опьянения, запаха изо рта может не происходить, алкогольного. Но другие объективные данные предполагать могут, дают возможность предполагать о том, что человек находится в неадекватном и в каком-то состоянии какого-то опьянения. И на это тоже хотелось бы обратить внимание. И еще что хочу сказать, значит, чем еще изначально законодатель усилил ответственность, вернее, даже, скажем, не само ответственность, а сроки этой ответственности, это в административное законодательство внесены были изменения о том, что срок давности привлечения к административной с начала ответственности с двух месяцев увеличился до двух лет, да, Дмитрий Сергеевич? До двух лет увеличился. То есть, если раньше лица, управляющие транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения за два месяца не были привлечены по тем или иным объективным данным, даже по обстоятельствам, к административной ответственности, в отношении их прекращалось административное производство, и они практически уходили от ответственности. То есть, их не лишали права управления, им не выписывали штраф и так далее. То, проанализировав вот эту ситуацию, законодатель усилил это срок наступления ответственности. За два года, поверьте, уйти от административной ответственности практически невозможно. Уважаемые друзья, сейчас прервемся на небольшую рекламу, а потом продолжим. Не переключайтесь. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. Тема дня в эфире. 300-190 телефон прямого эфира. Сегодня говорим о нетрезвом вождении наших уважаемых водителей на дорогах Верхневужья. Итак, продолжаем тему законодательных санкций. Татьяна Геннадьевна, итак, мы говорили, да, относительно того, уже часть перечислили, начали мы с 2015 года, то есть 2014, да, что у нас было дальше? Законодательство на этом не остановилось, да, потому что видят, что, да, Дмитрий Сергеевич, как ездили пьяные за рулем, как вы выявляли, так вы выявляете, надо дальше как-то закручивать гайки. Да, я хочу продолжить. Я немножко поправлюсь. Значит, сроки давности к административной ответственности привлечения составляют год. Не два года, а год. Это я немножко хочу поправиться. Но продолжим. Вы, наверное, сказали то, что хотели бы. Да, хотела бы, да. Я считаю, что вообще сроков давности бы не имела. Ну, ладно. Значит, действительно, в 2015 году, когда законодатель ввел уголовную ответственность, опять же, щадя, наверное, нерадивых граждан, которые позволяют себе управлять транспортными средствами в состоянии опьянения, вводя уголовную ответственность, законодатель все-таки присмотрел после административной. То есть не сразу к уголовной ответственности, давая возможность все-таки проанализировать свое поведение, последствия этого поведения и дать возможность не сразу быть привлеченным к уголовной ответственности. Вместе с тем, как показала жизнь и правоприменительная практика, ситуация в нашей стране глобального изменения не наблюдает. В связи с этим, 1 июля 2021 года федеральным законом статья 264 прим. 1 Уголовного кодекса разделена была на две части. В первую часть вошло уголовно-наказуемое деяние после повторного управления транспортным средством после привлечения к административной ответственности. А вот часть вторая введена была после привлечения уже к уголовной ответственности за аналогичное преступление, либо за совершение дорожно-транспортного происшествия в состоянии алкогольного опьянения, что тоже влечет за собой при повторном таком деянии уголовную ответственность по части второй. Там увеличились санкции до трех лет и увеличился, естественно, штраф. Но, опять же, хочу вернуться. Опять «но». Хочу сказать о том, что, анализируя результаты работы в данном направлении и сотрудников ГИБДД, которые впервые привлекают к административной ответственности, вернее, оформляют документы для привлечения к административной ответственности, и привлечения уже к уголовной ответственности, хочу сказать, глобальных, к сожалению, изменений мы не достигли в лучшую сторону. Примерно на уровне прошлого года мы столько же уголовных дел направляем в суд, и граждане осуждаются за все-таки действия, с которыми расстаться не могут, садятся за руль пьяные и продолжают управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Это уже как карма какая-то, да? Да. И жить невозможно. Кстати, относительно территориальности, вот, Дмитрий Сергеевич, какие районы, где чаще всего вылавливают ваши сотрудники пьяных водителей? Ну, это, конечно, областной центр, только в этом году здесь у нас было оформлено с признаками повторности почти 40 водителей. 40 водителей повторности, да, ключевое слово у нас сегодня. В Ржеве 12 человек, в Кимрах 7, в Конаково 7 и 8 в Западной Двине. Ну, такие довольно-таки крупные, да, районные центры. Тем не менее, вот, человек на что-то, на что-то рассчитывает, он садится за руль пьяным, он уже не понимает или на русское овось надеется? Вот как вот тут, что говорят-то? Конечно, русское овось. Конечно, меня точно пронесет. А пронесет? Меня точно не остановят. И это, смотрите, мы говорим о повторности, если первый раз, а то вы говорите, да, сначала он понес, допустим, первая часть административную, да, 30 тысяч заплатил. Потом он вловится, да, потом первый раз на него уголовка, да, заведена. А другая часть, это когда уже в уголовной, повторная уголовная ответственность и другие деньги штрафа. Там уже до 300 до 500 тысяч штраф. И это не останавливает. И это. Но я хочу сказать, взыскать штраф с наших граждан очень непросто. И вот то, что сумму увеличивает законодатель, это не гарантирует взыскание этого штрафа, да. У многих имущество на себе не записано, например. Поэтому вот мое видение, и мне так кажется, было бы, наверное, более эффективно, это конфискация транспортного средства, которым управлял нерадивый водитель, с последующим обращением в доход государства. Причем вот такая практика применяется на территории Белоруссии. Я считаю, что это бы дало эффект, потому что, ну, во-первых, машина, это не булка хлеба, ее не пойдешь утром, не купишь новую. Это же карман значительно бьет. Конечно. И, скажем, даже если у кого-то и не отпадает желание пьяным ездить за рулем, то не на чем ездить, велосипед в лучшем случае. А транспортное средство все-таки дорогостоящее приобретение. Это раз. Даже если нерадивые водители на служебных машинах ездят, то есть на машинах предприятий, организаций, либо на машинах иных собственников, которые не имеют права по закону передавать свое транспортное средство, право управления своим транспортным средством лицу в состоянии опьянения. Не имеют права по закону. Так вот, если собственники транспортного средства относятся к этому легкомысленно, либо безразлично, на мой взгляд, и эти транспортные средства должны изыматься и обращаться в доход государства, реализовываться и пополнять казну государства. А вот собственник, который смог передать транспортное средство другу, приятелю, товарищу, в гражданском порядке обращаться с иском и взыскивать эти деньги уже с этого нерадивого водителя, если получится, если будет что с него взять. Вот так вот, скажем. Ну, во всяком случае, задумались бы очень многие, так как наши граждане российские не склонны, когда у них что-то отбирают из имущества. Вот это более эффективно, более, ну, дает результат более тот, который мы бы хотели видеть, да. Кстати, вот этот штраф, да, который вы говорите, что оказывается, да, еще с трудом он изымается, да, это тоже какая-то виртуальная цифра, да. Вот на него наложен. Но это же не здесь и не сейчас. Конечно. Это же вот прям не залезли в мой карман, да, и не вынули эти деньги. Дмитрий Сергеевич, а по-вашему как можно изжить? Вот мы все говорим из года в год, вот одно и то же, даже вот уже как-то вот уже поднадоедает, но тем не менее проблема остается. Ну, я могу сказать, что взыскаемость по нашим штрафам, по административным, она, ну, более высока, потому что в любом случае возврат водительского удостоверения будет по истечению срока лишения, после сдачи теоретической части, то есть знаний правил дорожного движения и только после оплаты административного штрафа. Да, ты даже если сдал экзамен, но не оплатил штраф, то ли кого-то права не вернул? Нет, только соблюдая вот эти вот три, исполнив эти три обязанности, только тогда мы вернем водительское удостоверение. Но, опять же, взыскиваем не только в добровольном порядке, если в добровольном порядке штраф не взыскан, мы направляем это в службу судебных приставов, и уже занимается служба судебных приставов обращением имущества, которое возможно обратить для взыскания. Поэтому, что касается вот административных штрафов, то мы их довольно неплохо взыскиваем. Уважаемые друзья, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Добрый день. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Владислав. Да, Владислав, ваш вопрос. Подсказать, пожалуйста, вот хотелось бы услышать более подробно, существует ли какая-то административная ответственность за нахождение за рулем в болезненном состоянии? Это все-таки, вы знаете, про алкогольное, но обозначено, что есть, что правила не запрещаются, а существует ли какая-то ответственность, и если существует, то какая? И могут ли за это привлечь к ответственности? Ага, вот то, о чем мы говорили в первой части программы, что не обязательно алкогольное на состоянии утомления, либо болезни. Есть здесь какие-то перечень болезней, да? Нет, перечень. И какая ответственность, да, Владислав? Перечень болезней здесь, это медицинская сторона вопроса, то есть при получении водительского удостоверения, либо при его замене, либо кандидат водитель, либо уже водитель, он должен предоставить медицинское заключение об отсутствии его противопоказаний для управления транспортным средством. А что касается какой-то ответственности за утомлённое состояние или болезненное состояние, то здесь она предусмотрена только для транспортных средств, которые перевозят пассажиры или грузы, то есть на которых установлен тахограф, который призван соблюдать режим труда и отдыха водителя, существуют определённые временные рамки, которым водитель не должен выходить, то есть непрерывное управление транспортным средством не должно превышать 4 часов. Ну, это что вы часто говорили, когда вот я выезжаю, например, на ДТП с участием тех же самых дальнобойщиков, да, когда вы смотрите и говорите, что, а он же двое суток не спал. И вот здесь мы тогда при остановке транспортного средства, при, как вы говорите, оформлении дорожно-транспортных происшествий, здесь уже мы делаем распечатку стахографа, смотрим непрерывное, то есть продолжительность непрерывного управления транспортным средством, и вот за нарушение режима труда и отдыха мы здесь можем привлечь к ответственности водителя. У нас ещё один телефонный звоночек, вы говорите, да, будьте добры, вы в эфире говорите. Алло, алло. Да-да-да, это вы опять, Владислав? Да, не, я всё ещё, у меня ещё второй вопрос. Да-да-да. А подскажите, пожалуйста, вот если у инспектора имеются подозрения на, возможно, алкогольное опьянение, и он приглашает подуть в прибор, зачастую это происходит без каких-либо административных актов, хотя, наверное, они должны составляться? Нет, конечно, существует процедура проведения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, которая предусматривает и составление ряда процессуальных документов, и протокол направления на медицинское освидетельствие, протокол отстранения от управления транспортным средством, и, конечно, соблюдение этой процедуры, оно обязательно. Мы ответили на ваши вопросы, Владислав? Да, просто почему некоторые сотрудники сектора не соблюдают данной процедуры? Вот вопрос основной в этом. Вы знаете, в любом случае, как мы здесь уже говорили, что санкция этой статьи судебная, то есть прерогатива вынесения постановления в данном случае осуществляется судом, и поверьте, что суд очень пристально следит за соблюдением именно процедуры оформления, правильности процедуры оформления, своевременности составления того или иного процессуального документа. И если эти документы составлены неверно или с нарушением, это может явиться основанием для прекращения дела. Поэтому здесь при оформлении данных административных материалов инспектора ДПС очень внимательны, потому что количество дел, отмененных по нарушению процедуры освидетельствования, оно крайне незначительное. А скажите, куда может человек пожаловаться, если он считает, что инспектор, допустим, каким-то образом нарушает его права? Ведь он с места ДТП или когда его оставили, может куда-то позвонить? Конечно, в дежурную часть можно позвонить, можно обратиться письменно через, сейчас все это очень упрощено, через сайт госавтоинспекции подать жалобу, либо какую-то претензию на действия сотрудников. И, конечно, она будет в установленном порядке рассмотрена и направлен ответ. Владислав, вы довольны ответом? Все, уже отключился. Коль мы начали тему судов, Татьяна Геннадьевна, какие санкции, как правильно, какие решения принимает суд относительно дел за повторное вождение? И какое наказание предусмотрено? Что нового в этом? Ну вот, как я уже сказала, законодатель ужесточил уголовную ответственность за управление в состоянии повторное, именно в отношении лиц, которые были привлечены уже к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Санкция данной статьи увеличена до трех лет и штраф до 500 тысяч рублей. 500 тысяч рублей? Да. Вот когда Дмитрий Сергеевич говорил о том, что за административные правонарушения взыскиваемость штрафов высока, и это еще и говорит о том, что при привлечении к административной ответственности сам штраф не такой большой. Конечно, его проще. Ну, как выяснилось, 30 тысяч, это не так много для русского человека. Да, его проще, конечно, взыскать. То при уголовно-наказуемом деянии, при вынесении решения судом, еще раз говорю, штраф может быть и 500 тысяч, а вот по второй части от 300 до 500 тысяч рублей. Конечно, его не просто, не то, что тяжело взять из кармана, а для начала найти в том кармане эти 500 тысяч. Поэтому, конечно, взыскиваемость, и я вот опять к вопросу, что вот когда отбирали бы транспортное средство, эффекта было бы больше. Было бы чем платить государству? Конечно. Ну, и хочу сказать, все-таки законодатель, несмотря на то, что ужесточил наказание, как правило, именно лишение свободы применяется исключительно редко. Ну, я не готова сейчас давать оценку решением суда, да, с учетом того, что если кто-то привлекается впервые к уголовной ответственности, за которую не предусмотрено ранее, не привлекался к уголовной ответственности, связанной с лишением свободы, и не отбывает условную меру наказания, то, конечно, суды не могут назначать самое жесткое наказание, и тем более связанное с лишением свободы. Есть еще ряд наказаний и с правительной работой, и условной, опять же, применять условную меру наказания. Поэтому пока, к сожалению, случаи, чтобы прям лишение свободы дали за чисто управление, даже повторное в пьяном виде водителям, применяется, ну, весьма в исключительном случае. Вот я, кстати, здесь хотела еще раз вот как бы уточнить. Это только за то, что водители поймали второй, третий, пятый, в нитерезом виде. Здесь мы не берем внимания, когда он совершил ДТП, из-за того, что он находился, погиб человек, допустим. Как у нас это часто бывало. Нет, 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 я не говорю про статью 264, само по себе, там, часть 6 и 4, которая предусматривает уголовную ответственность за совершение ДТП, повлекшее смерть людей, одного или более людей, и при этом водитель находился в состоянии алкогольного опьянения за эти преступления. Безусловно, суд дает и лишение свободы. Ну, я не знаю, самый такой распространенный пример, это наш артист, да, который совершил ДТП, где погиб один человек, а получил. Да, уже третий, чего я зацепил. Да, да, поэтому тут, безусловно, я говорю сейчас о статье 264, прим-1, где только водитель совершил непроводительный этап. Факт управления. Да, факт управления. Все, я только об этом составу преступления. Вот именно за это, к сожалению, мало дают лишение свободы. Но, наверное, вот, тоже к мерам предотвращения или профилактики этого вида преступлений, помимо, вот, которые, я говорю, изъятия транспортных средств и обращения их дохода государства, я бы, наверное, применяла еще и лишение свободы хотя бы на полгода. Ну, чтобы, наверное, люди, ну, посидев, скажем так, в местах не столь отдаленных, ограничив вот все прелести жизни, да, могли бы прочувствовать, что все-таки пьяным за рулем ездить нельзя. Вы сказали, да, Дмитрий Сергеевич, 18 ДТП, где трое погибли, это состояние опьянения, да? Да. Только опьянения. Что за человек в среднем? Вы портрет пытались составлять? Что это в основном за нарушитель? Кто это такой? Ну, да, больше 60% это, ну, во-первых, превалирующие именно это мужчины. Больше 60% в возрасте от 30 до 49 лет. Больше 60? Да. Вроде, кажется, зрелый возраст. Да, это, ну, скажем, самый осознанный возраст. Да, 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 да. И если взять образование, то это либо среднее 42% и 41% средне-техническое. То есть они отягощены высшим основным? Да, высшее образование 5%. Ну, вот такой вот средний портрет нашего, так скажем, водителя, который повторно садится за руль в состоянии опьянения. Вы сказали, в основном мужчины, Татьяна Геннадьевна, и женщины встречаются. Да, безусловно, к сожалению. Странно, да? Да. Причем женщины примерно такого же возраста. Их, конечно, не такое большое количество, но, тем не менее, сложно объяснить поведение женщин. Мне всегда казалось, что женщины более, ну, трусливые, что ли, вот так вот, наверное, скажу. А мне почему-то кажется, слово осмотрительного. Все-таки все-таки оглядывается, что будет дальше, что потом как-то вот более сопереживает за свое уютное место. Ну, и женщины больше, наверное, переживают за последствия, и в основном у них есть дети, переживают, а что же будет с моими детьми, ну и так далее. Больше держатся за работу, потому что, ну, я скажу так, ни одно себя уважающее предприятие или организация, то есть руководитель, не возьмет к себе на работу лицо, которое привлекалось к ответственности, даже к административной, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Либо увольняют таких граждан с работы и считают, что они недостойны. Я имею в виду предприятия-организации, где идет достойная зарплата, где работа, ну, скажем так, комфортная. Вот выражусь, наверное, таким вот словом. Мало того, я считаю, что женщины больше думают и о последствиях своего проступка в отношении своих детей, ведь привлечение родителя к уголовной ответственности может повлиять в будущем на карьеру, трудоустройство, в какие-то определенные сферы деятельности нашего государства для детей. Хорошие организации, я уже не говорю о силовых структурах, но в том числе есть и организации, где достойные оплаты труда, и туда идет отбор, ну, выражусь, наверное, так грубо, по цвету глаз, да, но, тем не менее, рассматривается в том числе и поведение родителей. Стручка. Был ли ваш в семье кто-то суден? Да, безусловно. И проверяют не просто, бывают неосторожные преступления. Вот, допустим, тоже ДТП от 264, если это в трезвом виде, это преступление относится к числу неосторожных, и, ну, скажем, никто не застрахован, да, все может быть. Но самое главное, что водитель пытался предпринять все меры, чтобы этого не произошло, и никто не пострадал. Это один состав преступления. И совсем другой, когда лицо садится в состоянии алкогольного опьянения за руль, и либо просто его останавливают пьяным и привлекают к любому виду ответственности, либо наступают последствия, то есть гибнут люди, страдают люди и так далее и тому подобное. Поэтому вот это бездумное поведение родителей, ведь оно может сказаться и в будущем на детей. Наверное, и об этом должны думать граждане, когда садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения, если им дороги их дети. Но относительно мужчин тоже можем обратиться и к женщинам, да, если в присутствии супруги, либо матери, либо сестры, либо дочери, да, если есть возможность спрятать ключи и каким-то образом остановиться. Не только молчаливое согласие, но и, конечно, предотвратить сам факт возможного управления транспортным средством. Ведь служба такси развита очень сильно. Да, у нас очень дорога. И не так это дорого, да, для того, чтобы доехать в пункт, куда необходимо, когда ты уже выпил рюмку. Поэтому тут штраф, лишение, это гораздо более весомое наказание, нежели отдать 150 рублей на такси. Да, а тем более, что некоторые, ну, когда ты выпиваешь рюмку там и две, то уже ты, ты уже другой человек, да, сознание другое, и море по колено. Реакция, конечно. И кажется, что, что мне доехать до соседнего магазина за второй бутылкой, да, как некоторые говорят, я проехал-то во дворе, вот мне проехать во дворе, что вы меня во дворе-то остановили, да? Я-то вот тут... А то, что во дворе бегают дети, играют... Да, 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 и сколько у нас случаев таких было, да, это невдомёк, но тут уже что к человеку говорить, если уже человек с изменённым сознанием. Кстати, контроль трезвости, к которому уже привыкли жители региона, или они уже настолько привыкли, что они не реагируют, будете проводить? И эффективно сейчас хватает у вас личного состава на такое же дело? Мы мобилизуем весь личный состав, особенно вот выходные и праздничные дни, ну, и курортная привлекательность нашего региона, она делает своё дело, ну, потому что численность населения на выходные и праздничные дни увеличивается в разы, да. Ну, если брать статистику, могу сказать, свежую, за вот майские праздники, 130 водителей было привлечено. И не только с нашего региона? Да, и конечно. Да? 130 водителей, а ещё впереди 9 мая? За 4 дня праздников. Ничего себе. Ну, как правило, вот эта статистика, она подогревается вот выходными праздничными именно днями, да? Ну, а новогодние праздники, да, когда многие в угаре? Ну, могу сказать, что новогодние, но новогодние, так скажем, менее подвержены этому, почему? Мороз. Все-таки погодные условия, да. Многие не хотят выходить из дома. А сейчас вот как раз те дни, когда у нас, так скажем, шашлычный сезон открывается, и тёплое время года, поэтому мы фиксируем в принципе в это время и увеличение как количества выявленных нарушений, так и увеличение количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения. Ну, я думаю, что вот сегодняшнее вот такое вот предупреждение об ответственности, может быть, кто-нибудь затрится, я не знаю. Я хочу ещё добавить, что для граждан, то, что находясь в транспортном средстве в состоянии опьянения за рулём, вот тронулись с места, закончилось преступление. То есть состав уже есть, ну, при повторности. И административное правонарушение при впервые. То есть это не значит, что надо проехать сколько-то километров или там доехать до чего-то. Нет, с места тронулись, закончено всё. Правонарушение преступления окончено в разном случае. Поэтому, наверное, надо об этом знать, помнить. И действительно у нас стоимость такси по всему городу проехать, это так мало по сравнению с тем, что может быть хоть впервые, хоть при повторном управлении в состоянии опьянения. Но я ещё хочу сказать, у нас законодатель ещё ввёл уголовную ответственность по статье 264 Прим-2. Скажем так, она тоже предусматривает административную приюдицию. Это управление, опасное управление, вот скажу, наверное, таким одним словом, опасное управление транспортным средством. Вот только вот с языка у меня сняли. Потому что я хотела, пока есть время, сказать, напомнить водителям управления. Да, что введена уголовная ответственность, значит, Дмитрий Сергеевич, наверное, расскажет, в чём заключается опасное управление для первого раза, и что будет при повторности, какая будет ответственность. Что такое вот это, одним словом, опасное управление, в чём оно выражается. Но, конечно же, это тоже связано с безопасностью граждан, которые страдают от этого опасного управления. И также есть и смертельные исходы такого управления транспортным средством. Значит, ну, законодатель просто вынужден был, потому что по всей стране... Ну, потому что всё приперлись фактами, что называется, да? Ну, если брать статистику, то основное количество погибших на наших дорогах связано, это, как я говорил, с управлением транспортным средством с состоянием опьянения, это выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и, конечно, это несоблюдение скоростного режима. Да. То есть здесь, как уже Татьяна Геннадьевна сказала, что совсем недавно у нас была введена уголовная ответственность за неоднократное нарушение выезда на полосу встречного движения и превышение установленной скорости. Это в 22-м году? Это когда вступила в силу? Скажу сейчас. 30 декабря 2021 года принят федеральный закон, а вступила в 22-м году. В 22-м году буквально свежий закон, то есть уголовная ответственность. Конечно. И так, мы ещё раз назовем. Уголовная ответственность опасное вождение. Это нарушение скоростного режима, превышение на определённое количество. Это даже неоднократное предназначение. Неоднократное. То есть изначально существует административная ответственность, как за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, это четвёртая часть статьи 12.15, и превышение скорости. Это четвёртая и шестая часть статьи 12.9. Далее повторность. То есть при привлечении к административной ответственности вы повторно нарушаете либо выезд на полосу встречного движения, либо превышение скорости. Повторно за какой-то срок или вообще? Да, в течение года. Здесь уже наступает ответственность, если это выезд на полосу встречного движения, это часть 5 статьи 12.15. Если превышение скорости, это часть 7 статьи 12.9. Превышение скорости на сколько? 60-80 километров. Превышение на 60-80? Да, да. То есть это не говорит о том, что 20-40. Это существенно? Да. С какой скоростью нужно? После этого наступает ответственность, как я уже сказал, по 5 части 12.15 и по 7 части 12.9. Здесь уже санкции данной статьи предусматриваются только лишение права управления. И вот после совершения вот этих двух проступков, если вы совершаете аналогичный проступок в третий раз, то вот здесь уже наступает уголовная ответственность. То есть, опять же, как говорит Елена Геннадьевна, законодатель не сразу назначает уголовную ответственность. То есть, если за управление транспортным средством в состоянии опьянения это повторность, то здесь уже третий раз. Вот тогда наступает уголовная ответственность. Есть уже такие случаи, что привлечение к уголовной ответственности в нашем регионе? Слава богу, пока нет. Пока нет. Но ведь существуют-то тоже какие-то условия, да, что должен зафиксировать это нарушение исключительно сотрудник ГИБДД. Не камеры видеонаблюдения. Потому что, согласно кодекса, при фото-видео фиксации административных правонарушений ответственности административной подлежит собственник транспортного средства, вне зависимости от того, кто в данный момент управлял этим транспортным средством. Здесь необходимо подтвердить факт управления этим транспортным средством. То есть, именно, что за рулем находился именно данный... Собственник. Тот, кто... Тот, кто нарушал правила. А тот, кто нарушал. Тот, кто нарушал, да, а не то, что будет наказан собственник, которого рядом не находилось. Да. Непосредственно, да. Есть такая возможность, и я все беспокоюсь относительно, количество сотрудников ДПС на улицах нашего города все же ограничено, и за этим надо следить, и за этим, где у каждого столба-то не поставить. Конечно, у нас имеются и ручные детекторы выявления нарушений скоростного режима, которые мы применяем. Ну, в основном мы применяем их на региональных дорогах, где, так скажем, скоростной режим выше. В городе он не применяется, эти приборы, потому что по причине превышения скорости количество дорожно-транспортных происшествий в населенных пунктах, оно не так велико. Как на трассах. Да, в основном это приводит на загородных автомобильных дорогах, региональных дорогах, местных дорогах, где скоростной режим, превышение скоростного режима, оно как раз и приводит к тяжким последствиям. Ну, и, естественно, правонарушения, связанные с управлением, с выездом на полосу встречного движения, так как я сказал, это тоже один из трех причин гибели людей на дорогах нашего региона, то мы проводим и оперативно-профилактические мероприятия, встречная полоса, используем транспортные средства скрытого патрулирования, не только которые имеют фотографическую раскраску, то есть профилактируем данные виды нарушения. Задача наша не привлечь водителя к административной ответственности, а профилактировать это нарушение для того, чтобы не допустить его в дальнейшем. Да, и чтобы сохранить вид, из чего мы начинали программу, потому что в цене этого ничего нет. Как бы что ни было, госавтоинспекция, она оценивается не о количестве выявленных нарушений, привлеченных к административной ответственности, взысканных штрафов, а самая основная наша задача – это уменьшение количества погибших на наших дорогах. Кстати, вопрос, который мне задают очень часто, это мы несколько отойдем от тем, будет ли что-нибудь решаться по поводу статуса тех самых самокатов, очень много пострадавших? Ну, конечно, пока до сих пор, к сожалению, правовой статус средств индивидуальной мобильности, он еще не определен, готовятся изменения в нормативные документы, в том числе и в основании правительства, утверждающие правила дорожного движения, пока средства индивидуальной мобильности, они приравнены к пешеходам. Вы пешеходам, которые, да, ну, вы видите, что происходит, но это нужно отдельную тему посвящать программу. Буквально несколько минут осталось у нас до окончания программы. Татьяна Геннадьевна, ваше пожелание жителям региона? Ну, конечно же, опять вернусь к вопросу взрослых людей. Люди, лица, которые приобретают и управляют транспортными средствами, на мой взгляд, должны быть уже здравомыслящими, ведь готовились, давали экзамены, получали водительское удостоверение, изучали правила дорожного движения, должны безукоризненно соблюдать правила дорожного движения, думать всегда о том, что от ваших действий, уважаемые господа, зависит жизнь других людей. И как потом жить с мыслью, что из-за тебя погибли, не дай бог, дети? Как с этим дальше жить? И всегда помните о том, что, наверное, ваши дети могут быть подвергнуты тайкому же риску из-за таких же нерадивых водителей, которые управляют транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Берегитесь сами, берегите детей. И, ну, скажем так, думайте о последствиях, прежде чем что-то совершить. Вот у меня, наверное, с вами. Да, очень полезный совет. Дмитрий Сергеевич, ваши пожелания, с учетом того, что скоро летние каникулы... Да, я тоже хотел обратиться к нашим жителям, обратить внимание на два момента. Конечно, прежде всего, лето, у нас появляются мотоциклисты, мопедисты. Обратиться к водителям, которые будут управлять этими транспортными средствами, в обязательном порядке необходимо... Мы видим по последствиям этих дорожно-транспортных происшествий. Если водитель был в шлеме, был в соответствующей экипировке, то последствия, наступающие для водителя, они минимальны. Если управляете без мотошлема, без соответствующей экипировки, то мы понимаем, что мотоцикл, мопед – это транспортное средство, которое лишено любой пассивной безопасности. Здесь, конечно, уже последствия для здоровья, они значительные. И водителям необходимо понимать, что выехали мотоциклисты. Лишний раз посмотрите в зеркало, убедитесь, что нет рядом мотоцикла. И хочу еще напомнить, что не за горами детские каникулы. Что у нас начнется сезон, когда дети уедут в лагеря, дети уедут кто-то к бабушкам в деревне, кто-то в загородные дома. Еще раз побеседуйте с детьми о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Не сочтите это бесполезной тратой времени. Ребенку необходимо обязательно напомнить о том, что он является участником дорожного движения. Как правильно переходить дорогу, где это необходимо делать, в каком месте. Посмотреть направо, посмотреть налево. И обязательно все-таки не покупайте, не позволяйте ребенку управлять транспортными средствами, не достигнув соответствующего возраста и не получив водительского удостоверения. Потому что ребенок, это еще, ну так скажем... Не совсем взрослый человек. Да, не совсем взрослый человек, у которого не развито даже чувство самосохранения. Самосохранения, да. Спасибо, уважаемые друзья, за то, что вы еще раз предупредили жителей региона. Я надеюсь, что до кого-то дойдет, кто-то прислушается. Спасибо, будьте здоровы. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!